Просыпается вся мафия и знакомится друг с другом. Спокойно. Вы просто можете познакомиться друг с другом. Посмотрите на меня все. Босс мафии определяется вот таким вот жестом. Не подсматриваем. Итак, мафия познакомилась. Я желаю вам удачной игры в мафии. Все, одевай маски, мафия засыпай. Ну что я могу сказать? Вы можете видеть подрастающее поколение. Ребята поначалу стеснялись, но потом очень завелись. Много эмоций, интересного. И я уверен, что через некоторое время из этих молодых людей, очаровательных девушек, вырастут интересные ораторы. Увлекать за собой. В первую очередь, конечно же, это умение аргументировать и отставить свои поколения. Вот как показал примеры первой игры, когда мирные, каждый подозревал кого-то в отдельности. И только в последний момент они нашли одну кандидатуру, против которого голосовать не хватило всего одного голоса. Сложение команды, умение увлеждать, находить обобщающие факторы, как в жизни, так и в этой игре, в частности, это очень важно. Я считаю, что это одно из главных. Я думаю, что важных жизненных качествах, как-то умение выступать на публике, что очень важно. Я считаю, что многие думают, что игра учит врать, на самом деле она не учит врать. Она учит выходить из разными способами и стрессовых ситуаций, которых в нашей жизни очень много. Спасибо. Ты сейчас играла? Да, играла. Какая у тебя была роль? Я была обычным мирным жителем. Я вообще-то надеялась, что мирные жители выиграют. Но как мафии вместе играли, это было круто. Тебе понравилось, как мафия играла, да? Очень мирные жители проиграли, а я была среди них. Мне понравилось играть. Хорошо, будешь еще играть? Да. А какая твоя любимая роль? Я бы хотела быть мафией. Попробовать мафию и выиграть все. Спасибо. Хорошо, удачной игры. Спасибо. Меня благодарит за этим словом госпожа Богор, потому что она считала, что я черный аналитный игроков. И она сказала, что даже если она будет голосовать вместе с черными игроками... Здесь нет черных, красных, здесь мирная мафия. То есть если она будет голосовать с мафией, все равно она будет считать, что она мирная. То есть мне кажется, что госпожа Богор, мафия, призываю мирных жителей голосовать с людьми. Все, спасибо. Спасибо, господин близкий охотник. Расскажите, пожалуйста, вашу позицию. Кто для вас более подозрительный, кто менее, с кем вы точно будете вместе голосовать? Прошу вас. Для меня мафия, для меня не только, она волнует. Для меня менее подозрительный, это пункт призы. С кем я хочу, с кем играть я буду, это мистер Том. Кот. Почему? Меня удивило то, что дети могут высказывать свои мысли и суждения довольно понятной, четкой, и сняли свою мысль, и ты уже воспринимаешь их информацию не как информацию от ребенка, а как такого взрослого человека, у которого есть своя точка зрения, своя точка зрения. И при том, что каждый круг, например, дети, старались придерживаться своего мнения. Или они говорили, да, мы меняем, мы согласны с оппонентом, предположим. То есть они, помня свою первоначальную точку зрения, они ее поддерживали, продвигали. Ваш ник, вы играли сейчас? Да, мой ник, Жак. Кто победил, как эта игра прошла первая? Победила мафия, я играл за мафию. Мы переубедили мирных учителей в том, что я не мафия. Что больше всего понравилось? Понравилась больше сплоченность команды мафии. Спасибо. Будете еще играть? Да. Обязательно? Обязательно будет вторая игра. Хорошо, спасибо. Мне кажется, что у них есть ники, это помогает раскрепоститься. Во многом ники показывают то, чем они интересуются. Или это способ такой реализовать, открыть себя не таким, каким тебя привыкли видеть в окружающий мир. А это способ показать свое внутреннее состояние. И плюс, мне кажется, мафия очень помогает ребенку организовываться и аккумулировать полученную информацию, анализировать и развивать, соответственно, аналитические способности. В первый раз детские векции гурно разные. Они умеют, знают, что такое обращение, ну, какое оно должно быть вешевое. Да, прежде всего, если мы людей уважаем, и люди не знакомы нам, мы всегда должны обращаться к нам. К сожалению, в нашем мире дети это теряет. Да, возможно, здесь культурно не переливают родители обращения друг к другу. А здесь дети достаточно маленькие, с 9 лет уже, да, с 8 лет, они уже умеют, могут нам и общаться. Суть в том, что ребенку помогает мыслить, думать, делать выводы, что, в принципе, в жизни это очень приходится. Да, и самое важное, что дети смогут подружиться, в дальнейшем общаться, вместе идти на каком-то направлении. А если еще умеют делать, что и будет спортивная игра для детей, это же математика, они сумеют считать это точно так же позитивно. Командный дух, они должны чувствовать ощущение плеча, и это во многом такая калька с жизнью, неизвестно, кто скрывается под маской, и ты должен угадать, предугадать и развить интуицию, что немаловажно. Психология, мимика, жесты, все они будут познавать, узнавать и развивать себе. Поэтому всем детям желаем удачи и интересной азартной игры, а нам родителям побольше эмоций таких.